Всем привет! Давненько не заглядывали мы в Дюну, а вы, кстати, на сайте, ой, на канале Лёша играет и видите Алексея Халецкого. Всё ещё в раннем доступе Дюна, но уже много всего всякого тут побыло, давайте сыграем партию. Фримены, потому что я зашёл последним в лобби, тут уже у меня выбор, получается, между Фрименами и контрабандистами был. Решил Фрименов взять просто потому, что там черви не нападают на их добычу спайса. Чуть попроще будет в этом плане, что не надо микроконтролить поселение, но не скажу, что прям Фримены самые тут крутые. Появилась, пока мы не заглядывали, появилась победа по деньгам, или по деньгам, как правильно, ударение. Там надо акции Коома скупать. В общем, сейчас поиграем, посмотрим, если меня не вынесут очень быстро. Некоторые юниты ещё новые появились. Там ресурсы на карте... Так, что-то мне немножко притормаживать. На карте больше всякого собирать можно, плюс там какие-то обломки ещё. О, так, всё, поехали. Давайте сразу на автомат, сразу ещё одного орнитоптера. И, наверное, стоит уже сразу единицы вербовать или нет. Пожди, вот давай-ка, чувак, ты, да, вот это у меня откроешь. Посмотреть. Так, выключу пока свою рожу. Советники у нас. 10% к производству ресурсов подконтрольных поселений с союзными ситчами. И плюс один к производству авторитета за каждый регион, где есть поле пряности. Ну, то есть, вот у нас... Давайте сразу воинов с застрельщиками сделаем. Так, а второе... Может применять провокации восстания на постановление Лансраата. Если это постановление будет принято, оно вызовет восстание во вражеских поселениях. И плюс один к производству разведданных за каждый соседний нейтральный регион. Ну, то есть, по идее, вот сейчас у нас должны быть уже плюс разведданные за счёт этих регионов. Так, тут у нас наука награда. Если бы ими-единицами, то сразу спайсы. Катя, давайте, наверное, исследуем сразу, а потом захватим вот этот региончик. Так, а где мы находимся? Ага, просто на севере. Окей, так, этого забыл на авторазведку поставить. Ну, теперь вот эти все... Раньше, если помните, кто играл или кто смотрел мои видео, вот эти все вещи практически все орнитоптерами исследовались. Сейчас, по-моему, вообще ничего орнитоптерами не исследуется. О, я сразу могу выплатить, так что... Так, сделаем. Всё практически исследуется либо... Либо наукой, либо юнитами. Так, у нас уже спайс тут будет получиться. Так, кстати, теперь не сразу можно строить добычу спайса, а вот тут... Как-то сначала создаётся караван, а потом туда отправляется, и только потом начинается добыча. Как-то вот так это сделано. Так, дальше мы, наверное, вот этот регион будем захватывать. Вот это какой-то крутой регион. Плюс 100% к производству ветряных ловушек. Кстати, для кочевников это круто. Возьмём, наверное, так вот сразу сначала здесь, видите, нанимаем караван сборщиков. Так, тут начинаем, наверное, изучение местных диалектов, чтобы нам проще было присоединять территорию дешевле. Так что у нас в этом регионе стоимость создания построек дешевле, и плюс 10%. Ну, сила ветра тут 6, так что сразу начнём с ветряной ловушки. Ну, в принципе, старт довольно сильный у нас тут. За 500 пласкрита можно получить авторитет. А изучить с помощью боевых единиц, видите, скорость обнаружения Сичи. Ну, для Фриманов нам точно надо будет Сичи быстрее обнаружить. Кстати, давайте, может, мы так и пойдём туда. Вот, видите, появился караван. Вот сейчас мы его ещё отправить должны, и только тогда он начнёт добывать что-то. Кстати, давайте сразу сюда экипаж ещё добавим. А дальше пойдём по композитным материалам. Наверное, сначала всё-таки вот эту территорию захвачу, потому что тут... можно просто денежки получать. Хорошо, просто сходим и захватим. Здесь, наверное, следующим построим на кадры. Так, исследования продолжаются. Да, ещё появились... Когда казарму построим, можно будет оружие менять у наших ребят. Ну, и кое-какие новые. Вот мобильная турель, например. Игла, алтарь. Не, боже мой, мобильная турель, по-моему, была. Вот эта игла и алтарь новые. Видите, им требуется ресурс, который красненьким. Вот этот металлолом, чтобы их строить. За каждый штраф, влияющий на цель, даёт плюс 5% к силам. Стреляли отмели на нашу сторону по большой области. Так, здесь давайте сразу кадры. Так, а тут бы я отправил вот эту исследовать, чтобы Сичи быстрее найти и с ними торговать. Чем больше союзных Сичи и у Фрименов, тем они сильнее, как вы понимаете. Так, новое поселение под контролем. Тут сразу перерабатывающий завод. То, что вот эта штука даёт перерабатывающим заводам. Ну, короче, перерабатывающие заводы строить, которые дают сразу 20 салари. Просто так. А ещё что? Производство плоскрита за каждую постройку экономика. И плюс 1 к пределу фабрик плоскрита. Ну, фабрику плоскрита можно будет тут построить. Так, дальше рынок пряностей, наверное. И плюс 1 к проценту. Ля, ну всё равно варакис. Чтобы у нас сейчас авторитет быстрее накапливался. Так, сейчас мы должны по идее сразу Сичь. Один увидеть. И сразу начнём с ним торговать. Блин. Наверное, не будем тогда фабрику плоскрита, потому что нам достаточно будет. О, вот тут можно закрыть чёрный. Я говорю, вообще нам надо вот это захватывать. Вот эту территорию, несомненно. Хотя там 3, да, защитника. Два из которых стрелки. Ну, должны смочь, мне кажется, захватить. Попробуем. Или мне лучше ещё одного застрельщика сразу сделать. Блин, я не успел. Не успел. Ладно, плюс 30 к производству авторитета. Плюс 100 стоимости вербовки единиц. Ни за что не буду голосовать. Надо было... У меня способность вот за счёт этой советницы. Провокация восстания. Её надо было до голосования использовать. Так, тут надо фокус сразу на вот этих ребят делать. Чтобы они не стреляли издалека, иначе немного урона наносят. Надеюсь, я успею их убить. Да, вроде так выглядит, что... Что успею. Ну, чтобы мне не убили вот этого чувачка. Или убьют всё-таки. Да, блин, вы того атакуете? Не пойму. Блин, они этого атаковали зачем-то. Давай-давай-давай-давай-давай-давай-давай-давай. Всё, уходим. Нормально. Потому что там эти снайперы, они им очень больно бьют, если к ним не подойти. Так, и вот это... Закроем чёрный рынок. Блин, там... Нападение на моё поселение надо помогать. Нормально. Бабай. Бабай. Так, потом так. Что тут в результате? 30% к авторитету. У Карина плюс 100%. Так, ну, короче, никаких неумений штрафов, ни бонусов. Так, забираем. А тут надо немножко подобывать всё-таки спайса. Не хватает пока. И тут сразу строим на воду. Потому что, извините, плюс 100% к ретеринным ловушкам. Тут 5, то есть 10. То есть тут до хрена сейчас воды будет. 60%. Плюс 60 воды, по-моему, я себе правильно посчитал. Вообще охренеть. Так. Здесь давайте ещё кадры добавим. Нам надо... Так, сюда добавляем экипаж. Космическую гильдию пока. Так, и тут давайте установку зонда, чтобы быстрее открывать. А чё мы эти вот это не исследуем? Это что у нас? Плазкрит. Вот видите, вот тут, если собрать боевыми единицами, то Плазкрит дадут. Но мне Плазкрит не нужен. У меня его пока достаточно за счёт торговли с Сичем. Поэтому мне лучше наукой исследовать, чтобы ускорить ещё открытие Сичей. Нет, я хреново посчитал. Сколько вот это даёт? Не пойму. Плюс 6 к воде за каждую... А, значит 30 просто. 30. Ну 30 тоже до хрена. Без вот этой способности давало бы 15. Каждого типа. Ну вот давайте каждого типа. Ещё тогда отделение вербовки. Так, буря ушла. Слушай, а можно вот это от Капчу? Ты пропустил вот эту область? А, тут пустыня. Ну-ка, здесь способность теперь у... У... Странно, пустыня. Вот это, кстати, плохо. Видите, проход хреновый. Ладно, мне походу вот эту территорию надо будет... Забирать. Плюс 100% центр обработки данных. Это которые дают... Так, давайте мы... Собственно, используем. Тут у нас харконнены. Вот эту территорию надо забирать. Давайте ополченцев набираем. Так, задание. Построить 5 новых здравоэкономики. 1000 салари 100 влияния. Так, пока нету. Но у меня вот главное вот в этот промежуток сейчас попасть. О, теперь я могу провокацию. Так, минус 20 за каждое подконтрольное. Так, ну я бы... Я бы на оба провокацию сработал. А сейчас сюда. И сейчас надо накопить еще соточку. Пускай. Так, поехали. Поехали. Захватывать. Опять фокус на... Потому что в ближнем бою они намного меньше урона наносят, чем когда они стреляют. Так, и вот сюда еще тоже провокацию. А, в одно только можно? Тогда давайте сюда, наверное. Если минус 20 к производству салари, это не страшно. У нас всего 4, например, подконтрольное. Хотя минус 80. Я просто не думаю, что остальные за это проголосуют. Так, еще один сич должны найти. Ой, как раз 20 салари. Зашибись. Вот это торговля с сичами только я могу делать. Остальные... Остальные игроки это могут делать только если у них сичи на их территории. И они туда отправили еще посла. Ну, короче... Сложная система для них. Так, а можно тут... А, против тут нельзя проголосовать. Ага, видите? Вот это Харконан отправил. Позор. То есть, если за какую-то фракцию проголосуют, то она отнимет. Ну, то есть, просто ноль будет. А вот это я отправил. Если они это поддержат, то... У них восстание начнется. Что им надо решать? Так, еще один сборщиков делаем. Так, и вот тут нам явно надо будет... Во-первых... Поставим... Центр обслуживания. А во-вторых, нам надо будет открыть еще... Знаете, что? Вот это... Хранилище пряностей. После Братства Песков. Оно соседним... Соседним территориям добавляет к добыче... Спайса. Так, можно, кстати, уменьшить. К добыче спайса. Соответственно, мы тоже его тут поставим. Жизнь в службе жизни. Мы начнем с нашей хранилией. Кстати, я не помню. А по-моему, они по пустыне нормально могут идти. Без проблем. Так, все, а сборщиков добавляю. Они, соответственно, больше добывают... Спайса. Так, и вот тут нам нужны ополченцы. Старый разлом. Подожди. Место крушения космического колея. Я бы еще вот эту захватил, чтобы Харкона нам не досталось. Ну, в принципе, у нас тут терки с Харкононами очевидные. Просто очевидные. То, что тут пустыня. Я не знаю, если даже тут сосед есть, то к нему хрен пройдешь. О, ускоряет Сичи. Давайте-ка откроем. И тут еще одного ополченца. Все-таки минус 20. И кто за это голосовал, интересно? Карина? Карина проголосовал. Ну, у нас-то денег дофига. Так, третий Сич открыли. О, еще плюс 20 как раз. Так, но мне уже вода заканчивается. Надо добычу воды ставить. Сила-ветр плюс 7. Ну, вообще с водой меня тут вообще зашибись. На всех территориях. Так, ну что, он не может отсюда? Ну, короче, тут надо будет защитный... Так, надо спрятаться в поселениях. Тогда ничего не сделает. Харкононы уже 5000. У меня тут до 5000 тоже. Ну, и вот, покупка акций Каома. Эти Карина начал уже скупать. Так, надо подобывать спайса пока я потихонечку. Так, экономики у меня мало построено. Здесь все равно, хоть и сила-ветра маленькая, все равно надо строить. О, у меня уже нехватка Плоскрита. Надо захватить тогда вот эту территорию, наверное. Как раз она на Плоскрит. Вот тут тоже Плоскрит, но тут у меня другие здания я хочу. Я уже рассказал, какие. Вообще, я могу, наверное, Монок использовать, чтобы долго не бегать. Тоже способность этих Фрименов. У других... Тут просто пустыня, вот так не пройти. Умрут юниты. У других, другим аэропорты приходится строить и использовать топливо. У них есть еще ресурс топлива, которого нету у Фрименов. Они могут спокойно вот этой фигней... Она как бы, ну, заканчивается, но когда мы наберем 5000 гегемоний, они начнут восстанавливаться. Не страшно. Вот эта стреляет, видите, но так как нам помогает центр города, центр нашего поселения, то мы это быстро расправимся. Можно не обращать внимания. Так, сейчас опять можно будет постановление. Так, успели, почему у нас постоянно эти происходят? Так, 5000, дом Карина. Вон на меня нападают опять. Тут мы точно отобьемся. Так, фабрика Пласкрита. Тут, наверное, пора курс выживания. Так, и против чего мы тут подадим? Минус 50 к вербовке единиц. Скорость... Давайте минус 50 к вербовке. Так, и здесь давайте установку зонда, чтобы какую-нибудь территорию открыть. И тут поможем отбиться просто потому, что мои юниты тогда опыт получат. Все приятненько. Так, на следующую вот эту территорию надо будет пойти забрать важное стратегически даже. Не то, что там... Там и бонусы неплохие, потому что как раз вот этот космический корабль будет периодически обломки космического крейсера выдавать. То есть вот как раз к металлолому относящийся. Так, ну тут пешочком, я думаю, пройдем. Успею я выполнить. Еще две постройки в экономике надо. Давайте еще. Так, ну тут я хочу проголосовать за политику. Поддержать. Быстрее политические техи можно было открывать. Так, а тут можем строить... А, ну тут видите, сначала надо ресурсы открыть. Тут уже доступен вот это здание. Хранилище пряности. В этом и в соседних регионах плюс 20% производства пряности. По-моему, неплохо. Так, а что в этом еще регионе? Производится саларий в размере 5% от производимого поселениями Пласкрита. Вот, тоже круто. То есть, видите, он 5 саларий производит. Хотя бы одна постройка каждого типа. Так, мне тут надо будет еще, значит, разных поставить. Будет плюс 20 салари. Так, мы тут уже назапасились. Хотя, слушайте, обменный курс не очень. Давайте, наверное, больше позапасим. Видите, обмен 1 к 1 и 9. Так себе. Значит, еще одно отделение вербовки. Пошли захватывать. У нас кто? Вот этого надо будет сначала. Ополченцы подрыв... Подрывника. Что он снижает очень сильную броню. Этих мы подрывниками как-то... Неприятненько придется побегать. Так, на политику надо переключиться. Должно хватить ему. Нам бы хотя бы одного бы убить. Так, господи, что он не выбирается-то? Тут иногда еще с Нурсгарда, конечно, у них есть проблемы с выбором юнитов. Я понимаю, что может как вот тут выбрать. Но, извините, на карте тоже должно выбирать. Так, политика. Минус 50% к вербовке. То есть, они сейчас проголосовали за то, что я поставил... То есть, все, кто проголосовал за это, у них восстания прошли. К сожалению, мне это не показать. У Карина прошли восстания. Так. Центр отработки. Ну, мы начнем. Наверное, не успеваю, да, задание выполнить? Да. К сожалению. Так, и вот тут 300. Во-первых, сначала сюда ставим хранилище пряности. Как нельзя? Блин. А где я сейчас увеличил? Ладно, хранилище пряности ставим. Тут, что ли? Ага. А здесь тогда исследовательский комплекс. Потому что, видите, вот тут способность разных типов. Тут три типа. Экономика, военная и политика. Вот сейчас у нас политика на 50% быстрее исследуется. Поэтому я ее исследую. Так. Что у нас тут? Периодически появляются обломки. Центр обработки данных. Так. Первый союзный сич. О, к стоимости вербовки дешевле. О, к стоимости вербовки дешевле. Отлично. Это тоже надо воду платить. Поэтому. Тут на одного больше ополченца. Приятненько. Так. И вот здесь. За 80% быстрее сич найдем. Да. Это нам надо. Так. Политика. Стоимость вербовки. Давайте используем радар. Еще один сделан. Что у нас много довольно разведданных капает. Собственно, нам надо их использовать. Вот видите, плюс 28 уже отсюда. Ну, а тут работает... Да, блин. Тут работает хранилище пряности. Кстати, ополченцы сюда тоже добавим. Не буду применять. Я хочу, чтобы 50% к военному. Не знаю. Не ко всем, видите, можно применить восстание. К сожалению. Так. А тут у нас что? Деньги и влияние. Нет. Вы знаете, я бы скорее науку получил. Так, знаете, что еще витряной перевал тогда захватим. Нам нужны еще юниты. Так. И я бы казармы, наверное, строил. Деньги и пласкрит есть. Так, на деньги пока переведем, потому что мы уже накопили. Так, а тут что? Освободите одно поселение содержащих очистителей воды или контролируйте одну из глубоких пустынь. Блин, и то, и то сложно. У меня уже восстанавливаются манки и колотушки, потому что я 5000 набрал вот тут. Пишется 5000 гегемонии. Можно контролировать глубокие пустыни. Надо вокруг них захватывать. Это тяжеловато, но, в принципе, вот эту пустыню мы можем попробовать контролировать. Если вот так позахватываем вокруг. Не хочу пока, опять же, манки и колотушки подведу. Так, здесь строим. Точно строим ракетный комплекс. Тут сделаем военную базу. А, я ее еще не открыл. Курс выживания требуется. А у нас где тут? Ну, в общем, следующий пойдет курс выживания. Мы сейчас не успеем дипломатически открыть, потому что сейчас явно примут плюс 50. Или поддержим еще заодно. Поддержим на всякий случай. Могут проголосовать против политика. Нейтральные все-таки. А вот против военного дела могут проголосовать. Так, тут все построено. Здесь есть... Давайте фабрику Плоскрита, наверное. Поставим тут. Здесь что? Производство ресурсов в этом регионе. Давайте на науку, наверное. Так, тут все построено. Тут я военную базу хочу. Так, и что в итоге? Да, военное дело. Тогда вот это пока отменяем. Пойдем прям в настоящие люди, наверное. Это ускоряет некоторые технологии. Сейчас их открою. Вот кое-где. Так, давайте глянем, где. Вот, нет, подождите. Вот, странники дюны, видите, ускорены. И... И все, что ли? Странно. Так, еще один союзный. Плюс 2 к силе и плюс 20% к максимальному значению здоровья. Это крутой бонус. Так, у нас кадров уже немерено. Нам надо, я думаю, юнитов строить. До предела дошли. Так, пока больше союзных нету. С этим торгую. Вот, еще с этим. Так, все, он со всеми торгую, с кем мог. А, блин, сюда проход отсюда. Черт, ну надо все равно захватывать. Я не знаю, вот эта территория мне вряд ли, наверное, нужна. Хотя можно. Наверное. Сейчас аккуратненько подойдем. Подойдем. Просто тогда нападем. Если как больно он стреляет эти снайперы по подрывникам, вообще бы наверно военную академию живут тут ставил еще захватить эту территорию и вот здесь где-то еще одного так а вот тут что у нас так еще изучаем обломки так нельзя ничего предлагать так на авторитет так что у нас тут за 20 к производству саларей за каждый исследовательский комплекс скорость вербовки агентов за каждую категории политика ну вот исследовательский комплекс у нас как раз политика его и ставим силоветра 7 понятно что следующую мы добычу воды здесь поставим у нас везде есть ополченцы так казармы вы построили мы теперь можем смотрите что мы воинам можем дать больше к силе или может атаковать летающие единицы или больше давайте поперек здоровью дадим да пока выше ничего за стрельщику броня но отнимает скрытность так и в дальнем бою стоимость вербовки возвращается после смерти силам в первой атаке удавайте вот это к первой атаке это все по 500 стоит но это сразу всем добавляет так вот тут я хочу военную базу строить да вот эти бы еще уникальные постройки которые один раз можно построить военная база работает на в радиусе так это забираем что у нас обломки особо не появляются пока что но она по гегемонии ровненько идем по этому ну карина немножко выкупает пока не видать чтобы они сильно так но я в эту территорию тоже хотел забрать пожалуй блин я тут не успел предложить ничего стоимости создания построенной что за себя проголосую так и здесь давайте так откроем еще один союзный что дает плюс 10 процентов к боевой силе зашибись опа-па вон он ходит где здесь он захватывать хочет или просто вот а где у нас вот а трейдис ну вообще вообще у нас вот эта вся территория довольно свободно и хуже все и хуже всего расположение у харкона на потому что он просто окружен всеми не очень приятненько да пара компас но я бы на рассранники дюна лучше дальше открывал так эти ребята подходят а пока они подходят что у меня кадров дофига они подходят давайте вот эту захватим блин а тут вообще уже имперская база карина а карина то очень близко довольно интересно и кстати вот эти все штуки практически все только на своей территории можно исследовать или в соседней территории если мне не да вот этим надо контролировать или один из соседних а с помощью боевых единиц где угодно можно забирать о минус 50 постройки отлично значит что мы вот здесь строим командный пункт который 750 и 250 стоит так опять же воду воду здесь надо поставить не знаю стоит ли мне забирать этот регион в принципе у меня пласт крита достаточно не вообще-то с кадров достать давайте наверное в каам пускай больше салари накапливает о а не хватает пока воды вот надо будет торговать сейчас с этим сичем так и вот тут мы можем закрыть черный рынок это нам даст спайс спайс и денюжки а тут за спайс наоборот быстрее найти сич да так и сделаем вот это что влияние либо за счет боевой единицы денюжка трейдос и уже 10 тысяч но мне 600 осталось до 10 тысяч вот это что за деньги авторитет либо просто деньги наверно просто деньги я думаю так появилась вода еще тут авторитет зашибись каждая торговля это минус 10 воды поэтому просто постоянно надо воду делать так наверно надо под накопить немножко спать уже через половину скоро выплата будет если не выплатить будут штрафы серьезная так а вот здесь это дополнительный даст квадрокоптер ну временный правда но все равно так но я бы с этой стороны закончил я не думаю что вот эту территорию надо забирать надо в эту сторону пойти вот эту территорию в первую очередь тоже не выполним задание так долго тут еще строится а уже по страну что-то еще сразу строить потому что нас пока дешевая строительство давайте что-то из экономики к знаниям вода за каждую постройку на основной базе производство кадров за каждый сич плюс 30 процентов вот эту давайте храм аль гаиба плюс 30 процентов к получаемым ресурсам кому круто так могу так за положительное значение кадров 0 5 к производству салари за каждая но у меня не так много кадров может против ланс рата давайте применим союз водовозов скорее всего от рейдис будет политика скорость вербовки агентов ну давайте исследовательский комплекс раз на политику здесь так тут что за каждое здание к политике скорости вербовки агентов так вот тут у нас уже дофига эти поставку припасов еще откроем и поднятие людей будем сейчас поднятие людей куда-нибудь посылать чем надо третью военную постройку еще в сичи сделать какую мы хотим центр вербовки наверное для этого сухопутное командование надо открыть она где памятник час не хватит пряностей заплатить ни хрена себе внезапно это он на фримен это походу и сичи нападают блин слушайте я реально не успею заплатить походу черт ну куда восстание кинем огню армия здесь может в карина кинуть верно вот сюда надо там где он далеко они увидели что это я отправил он я все успел заплатить слава богу так что у нас с торговлей со всеми торгуем еще так мне надо везде воду поставить меня уже не хватает опять воды добыт добыта 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 у меня во всех а вот здесь не добывается вся то чтобы всего три сила ветра тем не менее так и надо вот эту территорию захватывать так результаты еще не неизвестны сейчас будет известно вот клонили отклонили и два слов союз водовоза в дом карина стал так так у него он еще плюс к деньгам добавил ноут так тут вас что поменять 80 я почему я не могу я уже обнаружил все сичи нифига себе ну тогда давайте уже это довольно быстро кстати получилось я со всеми торгую а ведь я могу уже сюда добавлять эта способность тоже всякие строения прикольная в этом и соседних 30 производству пряности вот тут точно надо ведь у меня как раз соседние на пряности так сейчас у меня припасы закончатся если так стоять буду тут мы довольно быстро размотаем потому что у меня сила уже большая и застрельщиков дофига так а это что за территория сто процентов центра обработки данных так что-то притормаживать стало сила ветра слабенькая конечно вот 20 процентов к опыту тем не менее все равно с воды начинаем все спаси накопил все дополнительные ребята так ну нам надо извините воевать с харкани нам надо здесь военную базу ставить и нападать потому что мне надо вот это захватить вот так кругом наверно чаны для переработки стоит поставить мне реально воды мало не а мне еще тут со многими надо будет торговать вот эти тут написано союзник от рейдис пошел на его территории он туда послал послал послов но остальные так база ну я не знаю каши получите меня харкани на вы но у него проблему он так расположен что вот просто ну я наверно восстание ему тут так у него тут есть эти да или здесь восстание у него тут пять и военная база тут а нет это у него аэропор аэродром то есть он сюда прилетит сразу до меня начал военную базу сделать потом я вот не понимаю сюда мне восстание делать или сюда пока чтобы он пока шел все давайте глянем аэрод а мне не показывает аэродрома да зоны снабжения пускай включены будут я вижу нет причем надо наверно сюда заходите первым делом именно аэродромы валить какое чувство так я бы тут сразу еще и ракетный комплекс ставил тут уже надо наверное те блин знаете так мы поставка припасов давайте еще один зонт здесь сделаем электромагнитную бомбу ракетные комплексе к силам и скорости получают минус о 50 процентов получаемый минус так тут надо против харконов проголосовать так он сюда идет может попытаться его тут перехватить давайте мы тут восстание может сделаем то есть тяжеловато будет если он всю армию сюда приведет я бы ему армию тут убил просто попытался во всяком случае но эти микроконтроль у него начался так ищет валим нападаем сюда разберется он к час ко мне сзади будет подходить если я не успею не знаю что мне раньше надо атаковать вот это я тупо сделал отходи отходи надо в первую очередь юниты убивать чтобы мы сразу могли но он идет ко мне сзади подкрадывается анальный пенетратор блин я пытаюсь манком холодушкой свалить ну что ты будешь бежать за мной полностью все этот ну блин ну а почему нельзя призвать червя когда вы типа в битве ну тоже тупо нет так а что у нас тут он на меня пошел до ну что то что-то он зря такое ощущение не делаете никаких новых еще юнитов не открываю и не делаю их ну так что мы тут еще поставить можем 1084 спайса что-то до хрена но него армии нету сейчас но у меня как бы тоже не особо много чтобы туда лезть так три война давайте наверно война из чего не хватает командных очков уже не хватает ладно я бы наверное сейчас просто манком бы сюда приехал сразу то есть отходим чтобы он нас не видел и вот отсюда на черве приедем вот сюда ему в попец так можем какую-нибудь добычу так чаще налет мог силе так здесь производство манков колотушек блин у меня вода уйдет тогда а у нас договор ни один не заключен так что наверное нету смысла тут союзничать так ну что поехали вообще не вижу его армию мы слушаем ополченцев мы очень быстро ломаем соответственно я сейчас спецоперации провел чтобы минус 50 процентов было вон он бежит вот тут мы восстание сделаем ему захватываем захватываем ну я не думаю что у него хватит сил отбить не знаю может ракетные комплексы пока убить я их могу сам поставить а если он не придется отходить они по мне стрелять будут и заодно аэродром еще наверное можно он мне вообще не нужен мне он не нужен а ему нужен так вы видите где он вот он все все нитки там прокаченные юниты так он решил отдать мне эту территорию ну проблема конечно у харкона на именно из-за его положения не очень не очень предупреждать он а и на крыле производство ресурсов в поселении всех что производство ресурсов в поселении всех не понял всем увеличивается а мне это зачем например так дальше гегемонию над пряностями откроем здесь блин сила ветра слабенькая тут военная база да и очистительный зал давайте мы его уберем тут поставим ну потому что у нас военная база и так вот отсюда действует видите так строим еще команду сборщиков блин я бы наверное карина начал посылать мне такое ощущение или к атрейдисам блин тут карина и атрейдисы конечно лидеры мы тут получается с с харкона нам схлестнулись а там эти ребята хорошим вы харкона на на карину нападать а у них тут несколько это способность карина несколько имперских баз ставят понял так дать я попробую прямо направить по моему он просто даже через пустыню без проблем идет и эти минус по кадрам пошел о минус как-то минус пять интересно так ну сюда надо ставить центр вербовки и у меня в итоге будет плюс 2 кси боевых единиц если так давайте наверное кадры поставим о тут краска отделению вербовки две штуки простите что у нас военная база тут два центра вербовки можно поставить блин пошел или он просто захватывать пошел но я всегда могу приехать и помешать ему если он хочет захватить территорию не буду ему мешать вообще вообще давайте может сюда лучше пересадим пока у нас есть возможность спасибо так вообще кстати я забыл еще вот купочку ай можно нажимать так удобнее показывает но вода у меня есть везде видите и никуда не могу предложить новое задание получите 500 единиц опыта дают двух видокинов максимального кстати вот этих максимального уровня тоже мог скорее всего по квесту получить ну у него полярная впадина тут у него дофига ну короче тут водоотделители дофига воды ему дают так вот видите 50 к воде так что я думаю он не особо расстроился я чисто отбиваю я хочу вот эту пустыню под свой контроль взять но мне для этого вода нужна ее нету нифига нету тут не должно накрыть стыней еще одну центр вербушки плюс четыре к знаниям но у меня сейчас воды нету мне надо сначала бейми надо вот эту фигню построить на воду не вот эту да да все видите у меня уже бонус к военному делу тут сейчас бонусу плюс 10 процентов к саларе будет еще по голосованию но мне авторитет точно не нужен вот отклонить просто проголосую тем более уже максимум влияние насобирал а сейчас уйдут эти лансраты то надо быстрее использовать а я вот этих кстати побил я не знаю как они не на меня нападают но я бы чисто опыт получить раз там задание на опыт тем более они по моему сейчас на меня даже нападать не будут все будут будут а я я я я я я я как раз исчезли кстати эти да ладно от рейдис ну серьезно нас еще через вас съезд вообще будет зашибись вообще время должны по идее червя меньше привлекать он съел этих а сегасика мы сюда добежим я надеюсь что мы добежим мы мы мастер да хоре да ты прикалываешься ну вот господи ну нахера ты тут вообще был чмошный от рейдис мудила ну все я буду с ним драться то есть это это упорочка что-то произошло а у меня часть часть блин 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 я не увидел что часть все-таки уехала давай 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 поехали так харкона ну предложение перемирия вот вот у пор у у у у у у у у Просто с Харконаном договариваемся. Что ты хочешь? Так, вода зато появилась. Так, надо торговать там. Не торгать, если союзничать. Вот это я не очень понимаю. Ну ладно, давайте все равно возьмем. У нас просто бонусы за... За союзничество есть с сичами. В смысле всех постройку уменьшено на 20%. Ну и плюс мы можем строить... Так, и тут у нас задействующие договоры тоже надо брать. Так, а тут у нас 4 день знаний. Поехали строить. Вам и вашим союзникам с этим сичем 20%. Нет, не надо. А мы вашим союзникам плюс 5% к производству салари. Давайте возьмем. Так, тут нам содержание всех построек. К производству пласкрита. Блин, я опять забыл переключить на добычу. Плюс 10% к силе боевых единиц. Так, вот тут плюс 4 день знаний. Вот тут как раз можно 200%. То есть плюс к знаниям, чтобы еще было. Так, по-моему, я все везде построил, да? Как мог. Отлично. Надо бы к Фидайкинам идти, да? К моим основным юнитам. 20 тысяч Карина, алло. Всем, то есть вот от Рейдису насрать, что там Карина побеждает. Надо было мне армию покоцать. Кайф. Узнаю игроков в ФФА. О, армия бежит. Надо убить. Я убивать армия. Так, еще 7. Так, 4 воина. Знаете, парочку диверсантов может... Ага, уже воды не хватает. Блин. Ну, короче, тут кто-то по гегемонии. Я так понимаю, что от Рейдис даже не планирует как-то нападать. А вот я планирую. Ух ты. А кто это вообще на меня нападает? Это у кого-то какие-то способности. По-моему, это как раз Карина. Вот этих каких-то... Отступников. Направляет. По-моему, это Карина все делает. Тут мы их как раз встретим. Конечно. Еще опыт на них. Заработаем. Против Карина надо голосовать. Сейчас вылечимся и поедем вот тут на Трейдиса. Ему снизить. Ой. Случайно вышел. Что-то всем похер, походу. Ну, то есть, я, конечно, тоже могу нападать. Но очевидно, что тут у Атрейдиса скорее с Харконаном. Я бы на Харконана напал. Ой, на Харконана от Рейдиса. Да. Да, Лиат. нету те надо карина атаковать блин не то не да не добегаем так давайте куда-то сюда да да пер кому ему надо атаковать просто будет просто отбирать площадь освобождать причем это даже по моему есть какой-то зону штука риманов на освобождение территории так что у него здесь ракет на два ракетных комплекса и рода начала подавляем защитников он тут стоит зашипись ну в меня и мы вообще человек как вы думаете мне кажется он какой-то отмороженный у него явно какие-то проблемы там карина побеждает он тут стоит всей армии на этой территории ну понятно да конечно не какие-то тимплеер из карина ну то есть у меня у меня нету никаких объяснений зачем ему держать армию здесь когда карина побеждает просто просто осталось 1700 до победы ну типа чтобы я у нее не захватил так он проиграет мне надо вместе с харконом захватывать чтобы типа они не победили но идея почему он не нападает на карину меня и вообще нет никаких мыслей просто просто очень странный человек успел к эти фидайки нам взять ну все тут уже по ходу это пряности могу еще добывать разве просто типа можно дополнительный построить странно так вот почему человек он харк харкона что-то делает да ну ладно мне надо нападать опять на трейдис а так он туда послал мяч надо в какое-то другое место хватит сюда например до нападать так давайте поднять людей тут голосуем до против а трейдис а за блин я тут нажимаю фидайкинов жалко не открыл так нам надо куда-то к нему прям в тыл и где у него нету аэропорта может конь сюда тут армию него тут я будут восстание кину но он наверно быстро может полетит оттуда и тогда восстание туда кину чеш могу манманком колотушка несколько раз пользоваться мне ну тут 800 осталось у карина блин может к и помочь с карина что ли чуть-чуть или все уже может сюда куда-то приехать а у меня все манки колотушки закончились вообще зашибись со всех сторон жопа спасибо трейдис проиграл игру по молодец но карина молодец что я могу сказать эти поссорим по разработкам я отставал по техам лучик эти в знания вложился видите я так еще примерно наравне шел так по количеству разработок он карина имею ввиду открыл но меня такое ощущение что это тимплей с отреди сам время просто нету объяснений нафига отреди с вот там вот это делал с той стороны у меня запаса и цифру к бабла делал было у карина положение вон срать производство разведданных у меня ну-ка но я не мог можно было попробовать и поубить но там очень сложно это все делается очки командования пока что это скорее всего буря прошла над моим сичем поэтому очки командованию а нет наоборот вами армию убили армию били использование очков команды то есть армия была царите а харкона ничего карина так и не сделал как он сделал армию карина так и у него стояла я не знаю что я мог сделать честно говоря но у меня ощущение полное что отреди с и карина вот здесь я бы отреди со наверно вот эту территорию не вот эту вот эту там недавно забрал вот эту территорию бы отжал и все но отреди с зачем-то во первых просто испортил со мной отношения просто я вот эту территорию хотел забирать чисто для себя и все но кстати тут еще вопрос с генерации карты вот это пустынка немножко мне изгадила вот эти две пустыни друзья это пустыня или территория на эту пустыню и помешало нормально действовать ну в общем вот так сейчас дюна выглядит такая партия спасибо что посмотрели на этом все играйте в умные игры всем пока любимый зритель если тебе нравится видео то поставь пожалуйста лайк и оставь комментарий кроме того где-то либо здесь либо здесь появляются ссылки на мои социальные сети ну а если ты все еще не подписался на мой канал то конечно же подпишись можно стать спонсором канала и получать эксклюзивные видео только для спонсоров жевжиков патрициев а некоторые видео раньше чем для других зрителей кроме того появилась функция супер спасибо где-то под видео это как донат только не во время стрима а только этому видео всем спасибо за поддержку